Моё почтение, товарищи, с вами Креатив, и это обзор второй сессии Золотой свиньи, полной версии вы можете найти в плейлисте в описании. И эта сессия ознаменовалась огромным джихадом исламских оккупационных войск против католического мира. Началось всё с того, что кораблик, турок, госпитальер, Неаполь, Тунис, Росси, Тайкара, В разное время по-разному они заходили, но начали наступление на Иберию, а именно в регион Арагона, который был Иишкой. И тут присутствовали мамлюкские земли, которых вы уже не видите, потому что джихад окончился провалом, но только из-за того, что весь католический мир объединился против угрозы. А именно, у католиков участвовали Кастилия, Франция, Англия флотом, хотя вроде она в конце войны тоже приходила. Бургундия, Швейцария, Австрия, Кёльн и Бранденбург. Вроде всё. Швеция не приходила и Норвегия не приходила, насколько я знаю. Швейцарию, Кёльн и Бранденбург, я так понимаю, засмонили австрияки, которым жизненно необходимо держать империю в узде. И война происходила таким образом, то что мамлюки, турки изначально, Тунис и Кнайты высадились просто в Иберию. Захвачена была сразу у Иишки стратегически важная крепость, которая в будущем просто не даст католикам, даже имея серьёзное численное превосходство, спушить исламские силы. В итоге эта крепость блокирует проход вот здесь. То есть у мусульман было как минимум три провинции, в которые они могли отступать вечность. А учитывая то, что мы играем на моде и крепости берутся довольно-таки долго, а теха с пушками на момент войны ещё не было, то и взять эти крепости не представлялось возможным. Но и, с другой стороны, ислам, тоже когда начал наступление, изначально были Кастильские плюс французские силы, не мог их пробить. То есть там Кастилья плюс Франция довольно-таки успешно оборонялась. И в итоге эта война шла довольно-таки долго, а именно 10 лет, 10 лет джихада. И в какой-то момент равного противостояния Австрия решила, что хватит это терпеть, и пришла, стала посиджить турка. Соответственно, турок не смог уже сопротивляться в Берии, поэтому ему пришлось выкидывать часть своих сил для обороны своих границ. А участвовал в этом не только турок, но и госпитальер, поэтому приходилось привлечь ещё и кару, потому что Австрия как бы, ну, не самое слабое звено в этом альянсе. И получилась такая ситуация, то что Иберийский фронт Кастильцы не могли прорвать, а от обороны мусульмане, в принципе, могли сопротивляться. И это довольно-таки медленная война ввелась к тому, что Кастилья и Франция за счёт численного превосходства их союзников не брали займы, а именно развивали свои страны, получали процветание. И, насколько я помню, они получили всего по 5 однопроцентных займов. Это, ну, совсем мелочь, и на них можно сидеть. Хотя я вот вижу, есть 6%. Но это мелочь. И в итоге всё закончилось тем, что кораблик капитулировал, к сожалению, в связи с невозможностью ввести сопротивление. Пришлось набирать довольно-таки много долгов, как турку, так и мамлюку. Из-за этого они сейчас, хотя не немного, нормально, ведь 1% живут спокойно, но при этом они поплатились банкротством Туниса. Ну, Тунис, к сожалению, обанкротился, но обанкротился он не из-за войны, а скорее из-за того, что не знал, как управлять сословиями. Мы видим 0% земель, и 10 лет войны превратило его страну в выжженную пустыню. И, кстати, Тунис самая страна, которая больше всего прокачала провинции. Ну, точнее, нет, она входит в топ-5 стран, которые прокачали провинции, даже с такой стоимостью. И знаете, кто виноват оказался, что джихад провалился? Ну, никогда не угадайте, поэтому скажу. Виноват оказался я, потому что на Марокко человек попросил на 2 часа офф-лимит, потому что у него были проблемы, он не мог прийти. Это офф-лимит кончился еще... Ой, не кончился. Короче, офф-лимит кончался... Ой, блядь. Короче, человек пришел, когда офф-лимит уже кончился. Логично, правда? И как раз перемирие с Тунисом закончилось. Но виноват все равно оказался я, потому что марокканцы пришли и ничего не сделали. Но корабль обвинил меня. Это довольно-таки смешно. Так, ну, в принципе... Что? Кораблик еще сделал волшебный видосик, я не знаю, вставлю ли я его. Как Тимурид предал идеалы мусульманства и не пришел. Хотя на самом деле его просто не предлагали. Метель, выйди отсюда. Так. Вторая значимая ситуация за сессию у нас происходила еще с окончания прошлой. А именно это война папства и Далмации. Происходила она и в два раза дольше, чем война Мамлюка и Кастилии. А именно, 59-й и 73-й год. Почти 20 лет ребята воевали. 15, если быть точным. Но эти 15 лет были довольно-таки забавными. Папа воевал как лев. Начало этой войны вы можете посмотреть в прошлом обзоре. Но на самом деле это было довольно-таки интересно. В том плане, что мы остановились на том, что папа побеждает. У папы первый шестой тех. То есть он успевает продавить Далмацию. Он берет Тревиза и берет Монтую как крепости. Но параллельно этому получает удар от Неаполя. Но так как Неаполь участвует в джихаде. То с началом джихада он мирится с папой на Белый Мир. И папа с Далмацией продолжают меситься. Ситуация доходит до такого момента, что и Далмация, и папство рискуют стать банкротами. И приходится обоим набирать коррупцию. Чтобы хотя бы что-то из себя представлять. Ну, чтобы не обанкротиться прямо в войне. И в итоге, благодаря шикарному маневру, а именно участию флота, наземная операция, высадка в Неаполь. И Далмация смогла пройти на Рим и оккупировать все крепости, которые могли помешать окончанию войны. В итоге мы имеем, что Далмация все-таки победила, хоть и с тяжким-тяжким трудом. Но, к счастью, доход позволяет эти займы выплатить. Но удар, конечно, прям существенный. Ну, и на конец сессии уже попилила битую Венгрию. Ну, и третья война, которая у нас происходила, это Венгра-Польская. Которая также началась еще в прошлой сессии. А именно, Ангери-Полиш-Канквест. Это 59-66 год. Закончилась она на Белый Мир. Но закончилась она на Белый Мир не сразу после окончания и прихода новых игроков. Игрок на Венгрии, я видел, что получал Белые Миры от Польши. Но решил продолжить упарываться. И ситуация накалилась тем, что пробить крепость Новый Сакс не представляется возможным. Без пушек. Надо все равно пробивать крепость. Венгр решил пойти в Писарабию. Ну, и крепость очень долго не падала. Венгру очень долго не везло. И в итоге произошло замерение на Белый. И параллельно этому произошла война Австрии и Венгрии. Австрия напала на Венгрию ровно в тот момент, когда турок уже стоял в Иберии. И, соответственно, не мог защитить Венгрию. Насколько я знаю, турок... Я не уверен на самом деле, но турок союзил Венгра. И вполне возможно, что планировал защищать Венгра. И Венгра довольно-таки быстро пронесли. А пронесли его в первую очередь только из-за того, что... Чел решил на моде, где стоимость у верлимита 4х нанять 60 тысяч при лимите 30. В итоге он каждый месяц уходил примерно на минус 70 монет. Это при том, что ты можешь набрать... Ну, сколько там? Тысячи три монет займов. В купе со всякими пополнениями, с наймами наемников. В Венгрии не продержалась там и 3-4 года. Сколько? Австрия, Венгрия, да, вот. 66-70-й, да, 4 года. И последние бои она уже проводила так из... Как... От безысходности. Не было особо никаких вариантов. Но имха... Чисто из-за того, что чел не умеет играть и не пытается дипломатить. Вот и все. В итоге у нас сейчас будет красивая Польша. Ну, я не знаю, насколько красивая, потому что мы видим все еще те же 7 монет по займам. Шестипроцентники бьют по голове. Часть он, конечно, выплатит и будет все нормально, но когда-нибудь это случится. Ну, а по остальному миру... Мевара не было человека, поэтому... Не знаю, что с ним будет в следующей сессии. Если придет человек, я сделаю ему правки небольшие. Но так как его уже пилят, это будут именно небольшие правки. Из веселого еще бенгальца заставили качать институт. Институт распространяется в 2 раза медленнее. И поэтому у нас есть такая ситуация, что на момент 83-го года института нет еще в Индии. Ну, он уже только появился, но только благодаря бенгалу. В Тимуриде нет. И в Мамлюке нет. Соответственно, нету и во всяких Украинах и так далее. Институт пока что это привилегия всяких Уисуги, которые первыми ее зафорсили, распространили в Маньчжурию. И распространение далее не идет, потому что Уисуги и Маньчжурия не дотягиваются до вот этого региона. И бенгалу пришлось самому форсить. Но пришлось форсить, вопреки его воле. Качать пробы дорого, и он не хотел. Но так как Русланд, а именно Бенгал, сидит, ну, он не активный игрок. Он так на саморазвитие играет, на внутреннее совершенство. И, соответственно, я думаю, он договорился о границах с Виджой, с Дели, и оставил просто здесь Ишек. Но у нас же есть Вова Навидже. Вова Навидже, который сказал, ну, ты же не, я не вармонгер. Но тебе эти, ты не ешь эти стейты, значит, они тебе не нужны. А мне нужны. Поэтому я вас уведомляю, что в трехдневный срок эти стейты будут поглощены в Вована. Ну вот. При этом пришел великий дипломат на Метельке на Тимуриде и сказал, ну, да не бери эти стейты, лучше он нам институт зафорсит. В итоге Метелькин оказался на коне и, ну, кстати, не турок ему распространяет, а не кто-то из этих. В общем, такие мемы случаются. Радует, конечно, то, что институты в Азии не текут. Возможно, азиатов это хотя бы застопают, особенно учитывая то, что в среднем там уже деф зашкаливает. Тут уже Капасити должно подходить под упор. Учитывая то, что, например, Вован поставил уже, по-моему, раз, два, три, четыре-четыре бонуса на Капасити. Следующая Капасити будет очень нескоро. Ну, в Европе, к счастью, этой проблемы нет, потому что там довольно-таки маленькое развитие на каждого человека. Извлечением, наверное, Франции, которой достается вся Италия. Ну и, наверное, все, да. А, по доходам, теперь можно и посмотреть на бездушные циферки, ничего интересного. Так, бездушные циферки. Для начала у нас... Ну, такие бездушные циферки. Блин, не видно. Эх, хрен с ним. Короче, бездушные циферки. В топе у нас ожидаемо Виджай и Тимурид. Азиатские помойки. К счастью, у них нет института, поэтому пусть страдают. Из Европы. Франция абсолютно не почувствовала джихад 52 монеты. Страна застроена. Турок. В первую очередь, потому что это турок, можно было побольше, конечно, иметь. Всякого разного, разных монеток. Пока что основная у вас статья доходов, это распространение института Тимурида. И поэтому турок вполне быстро должен восстановиться после этой войны. Тили. Уже вторая, третья страна из Азии в топе. Англия имеет довольно-таки маленький доход, но это и не странно, потому что нет Копина и нету Ла-Манша. Ну, не то, чтобы надо было. Но, конечно, вот этого вот не хватает. Я смотрел, что не про АПНТЦ-шки, хотя это должно быть в первую очередь. Вообще-то, ну, у тебя... Хотя... А, он уже колонит, я понял. Ну-ка, ну-ка. Да, у Англии уже стоит стейт в золоте, во-первых. Потом этот стейт уже перекрещен в религию и уже принята культура. То есть, скоро негры поедут обучаться в английские университеты. Все, история повторяется. Так. Что у нас еще? Кастилья, очевидно, воевала. До сих пор 30 монет. До сих пор Ла-Манша не прокачана. Три раза покачал. И плюсом... О, ортодоксы бомбят. Вот это вот интересно. То есть, Кастилья решила креститься в ортодоксу. Ну, это похвально, но, наверное, рановато. Хотя, хрен его знает. Может быть, потом себя покажет. На данный момент, конечно, домиков у него, в принципе, не должно быть. Я не верю, что они есть. Два храма, по-моему, это даже Португалия строила. А ни одного домика вообще нет. О, один. Один поставлен. Герой. Так, Франция, в отличие от касты, застроена храмами. Прям 3, 6, 9, 12, 15. Короче, где-то 20-25 храмов стоит. 2000 монет он влил в застройку. Немножко таксов. Ой, производство. То есть, они только открылись, все нормально. И... Рейд. Учитывая то, что ему отдают Гену, как бы, вот эти потенциальные монетки станут его. И тут, конечно, сложно что-то противопоставить. Далее, Бургундия. Бургундия себя нормально чувствует. Пришла Мария. Объединил свои земли. 35 монет. Набрал кучу инфляции. Я так подозреваю, из-за капасти. Потому что он его превысил. Так как это герцог с ним. Он, кстати, вступил в империю. И тут, как бы... Непонятно, что будет. Но, надеюсь, что-то интересное будет. Далее. А, кстати, тут союз со Швейцарией. Францией. Но нет союза с Кёльном. Возможно, Кёльн пойдет под нож. В следующем. Потому что... И у него единственного нераспиленные и неотрезанные Ишки. Возможно, вот это ему оставляют. Но... Я не уверен. Скорее всего, там сейчас какие-нибудь... Интересные разделы подъедут. У Дитмаршина с Брандой какие-то максимально странные отношения. Вроде как две страны выступают как одна. Не особо умные. АТЦшки до сих пор не прокачаны. Трейд, они... Конкурируют между собой. Вместо того, чтобы просто свозить его. Потому что в Саксонии торгуют Бранд. И в Рейнланде нет купца Бранда. В итоге... Трейд утекает просто в Шампань. И в Швейцарию. Которые имеют... Ну, реально... Ну, и даже не только в Швейцарию. Еще и в Кёльн. Которые имеют довольно-таки топовые доходы для миноров. 12 и 25 монет. При этом Швейцария еще и провы качает. Как не в себя, благодаря республике. Тут все прям вот вах-вах-вах шикарно. Здесь у нас швед, который по плану хочет стать Маркой. Я, как понял, он хочет напасть на двух миноров. Отдать свою страну. Распродать ее и передать свою страну под управление Московией. Не знаю, короче, упоротые какие-то страдки. Но надеюсь, что это будет полезно для Москвы. Учитывая ее гнетущую ситуацию. По которой у него, ну... Довольно-таки слабые темпы. Из-за все той же войны против Узбека. Надеюсь, он благодаря новой правительнице Юлии, Жулия, Жулия восстановится. Кстати, он начал какие-то хоть домики ставить. Хоть что-то жить можно стало, да? Ну, совсем немножко, на самом деле. Подозреваю, без вливаний извне ему будет очень тяжело. Хотя, он хотя бы по перманентным клаймам себя покрасит. Забрал золото, которое вряд ли нормально прокачает. Не знаю, кстати, он качал золото или ему качали. Но как-то так. Мурида, виджу. Короче, азиатов смотреть не будем. Давайте лучше Сангай посмотрим. Сангай, который пилил иишек. Новичок, который еще и напал на Марокко по унижению. Кстати, довольно-таки вовремя выбрал время. Ему дали капитуляцию. Хотя... А, ну институт ему тоже распространили. Да, и он забрал унижение с марокканца. И, в принципе, все у него хорошо. Хоть отдал одно золото, но это хорошая цена жизни. Далее, Украина. Украина, Ц Европа. 7 монет. Бедный Линкс. Бедный Линкс уже воюет против Конга 6 лет. Вы понимаете? 6 лет. Я не знаю, что там происходит. Но, по-моему, у Линкса некоторые эти трудности с попилом и ишек. Не понимаю. Вот я серьезно не понимаю, что у него происходит. Видимо, на стриме мы будем лучше знать. Потому что он и боюет с Конга, когда здесь мертвая бутуа. И он его, конечно, завасалил. Но это же не золото. Только одно золото. Тут можно было бы получить и побольше. Как-то так. И еще я забыл упомянуть. У нас была Маньчжурско-Айратская. И по которому Тимурид ступился за Маньчжурию. Как я понял из-за того, что Айрат ему то ли угрожал, то ли говорил что-то не брать в Самарканде. Короче, Метелькин подсосил Донгвола. Все нормально. Вместо 1 на 1 на войны, которая бы Маньчжура, скорее всего, даже в Соляру победила. Мы имеем то, что они просто на двойничка ее запиздили. Я не особо в этом удивлен. Тут в первую очередь, потому что развалился Мин. Соответственно, денег к Айрату снимать уже нет куда. Плюсом, в каждой там прове Мина свои восстания, которые еще и увеличены. И даже если он их выжег, восстания будут все равно противные. И в итоге Айрат даже не сопротивлялся. Это, в принципе, и правильно. К сожалению, он сделать ничего особо не мог. Как бы... Далее только дипломатично можно решить вопрос. Ну, я так понимаю, тоже новичок, который... Ну, даже по лимитам уже они сравнялись с Маньчжой. На мой личный взгляд, тут Маньча должна была в Соло побеждать от Вайрата и без вступления Тимурида. Хотя Тимурид по этой войне получил большую часть. Я не знаю, зачем он забирает пробы вот тут. Это, видимо, план Метельки по покрасу. Чтобы красить, 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 красить. Ну, ладно. Что у нас тут? Сям, сям, сям. Ну, сям хороший. Учитывая, что концентрита нет, он сам принял лонгсангскую культуру и также нажал на сям. При этом сменил идеи и в конце он получит там волшебных... А, нет, он уже получил плюс один фаер коней. И, кстати, в армии у тебя есть коня? Почему у тебя четыре коня? Парень, найми коней. Вот если будешь с игроками воевать, просто вот эта вот единичка фаера вот сама разъебет все. Все, что движется. Ну и один этот, который жалуется на Буруней. Нету ничего, короли умирают, девастейшн растет. Ну, конечно, на самом деле все так и есть. Ну, вопрос исполнения. Я думаю, что... Блин, 3-6-4 король, ну, 3-2-5... А, нет, 5-4-3 король, 3-2-5 наследник. Да нормально, нормально. Конечно, он первым закрывает навол. Да, он, видимо, очень сильно надеется, что будет воевать с англичанкой. Я немножко сомневаюсь. Кстати, в Англии какая идея? Эксплор первая? Эксплор на... А, ну... Ну, тут явно будет что-то против Брунея. Ну да, тут, конечно, особо ничего и не выдумаешь. Но посмотрим, поглядим, поглядим, что будет. Надеюсь, будет что-то интересное. Ну, ладно. Что у нас? Еще из интересного Ацтек получает реформацию через Дезмонд. Если он еще не реформировался. Reform Religion. Короче, вот через эту пробу, по-моему, там закорить ее только Дезмонду надо. Дезмонд является маркой Англии. Потихоньку тут кушает. Может быть, когда-то нормальной страной станет. И... У нас Инк, который провел две реформы. Я его сам собирал. Ну, надеюсь, он еще проведет реформы. Может быть. А может и не проведет. Когда-нибудь проведет. Там вроде рост хороший. 4-5 в год. 10... А, ну, блин. Реформа в 20 лет, конечно. Это... Такое себе удовольствие. Хотя... Ну, да. Он, скорее всего, будет перекрещиваться просто в другую религию и не будет парить мозг. В принципе, на этом все. Обзор окончен. Приходите на стримы. Сегодня, кстати, по субботам... Стрим с интерактивом. Где мне донатят и у меня происходят всякие рофлы, банкротства и так далее. И сессии мультиплеера. Понедельник, четверг, 20-24. Приходите, смотрите. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok